...педагогов, которые имеют специальное знание. И поэтому, когда мы пришли в интернат и стали для себя определять направление в работе, именно которое мы могли охватить, вы знаете, этой работы было действительно очень много. Мы остановились именно на определенных приоритетах для вас направления. Во-первых, это дестигматизация тех людей, которые находятся в интернате. Они пришли из тех учреждений, которые мы, как сказать, создаем именно в технологическом образовании. Мы обучаем там детей и подростков. И вот это длительный интернет. И они начинают в интернате практически ограничиваться от тех социальных условий, которые мы для них создавали. И поэтому необходимо именно было принять самое активное участие в дестигматизации данной категории людей. Они действительно переживают свой новый переход в данное учреждение. Я хочу сказать, что студенты — это очень активный и заряженный особой энергией, особый и особый потенциалом нашей молодежи. И поэтому, когда мы вошли в интернат и влились в этот поток активной работы, вообще интернат, я хочу сказать одним словом, просто даже обалдела, что вот такая активная социальная работа может проводиться в интернете. Мы убедились в отечественном все ее участие. И вторым приоритетным направлением — это была, конечно, школа. Школа, которая называется в интернате «Аброга-Дейка». И студенты прокуратета начали активно работать в этой школе. И мы получили первое признание. Потому что два раза в неделю, в понедельник и в пятницу, мы готовим необходимые уроки для обучающихся в этой школе. И со мной вместе пришли вот эти новые учителя. Учителя для тех, о ком мы сегодня говорим. О тех, кто ограничен и в социальных контактах, ограничен и в своем здоровье. Но нам нужны знания. И эти знания мы должны им дать, и эти знания мы должны им дать, такие, чтобы они себя не чувствовали ущербными в этой социальной жизни. За мной, мои дорогие студенты, поднимитесь, пожалуйста. Я в начале курса. Это студенты заочного отделения. Всями влюбили неравномерный, не то, что не интерес. А вот это для себя определили. Вот такую социальную значимость в работе в данном учреждении. Я хочу сказать, это наша длительность. И поэтому работники в учреждении, так и сказали нам, мы теперь как бы не боремся в том, что проводниками вот этих социальных идей, вот этого знания, которое необходимо им дать в учреждении, является наша молодежь. И поэтому мы вам очень признательны, и мы очень за вас гордим. Открываются двери закрытых учреждений. Я хочу вам сказать это абсолютно уверенно. И когда мы открываем эти двери, мы должны знать, ради чего мы их открываем, и что эти двери мы вносим, когда входим в данное учреждение. И поэтому наша цель и наша уверенность, они вам помогают. Наши ландерские отряды называются друзья. Но сам смысл данного ландерского отряда не то, что мы друзья, и мы пришли с вами провести вот какую-то работу, но друзья это тот, кто проводит те идеи жизни, и те идеи дальнейшей перспективы жизни, которыми мы должны с вами находиться. Спасибо.